11-й по счету в Ульяновске, в поликлинике номер 2, центральной городской клинической больницы, что на нижней террасе открылся государственный аптечный пункт. У нас к поликлинике прикреплено 200-250 человек. Сегодня было не очень много, потому что мы начали только сегодня человек 5. И до этого ездили в СГБ на верхнюю. Теперь ездить с нижней террасы на верхнюю не придется. Целее будут здоровье, время и деньги пациентов. В госаптеке ежемесячно планируют обслуживать более полутора тысяч рецептов, 10% из которых детские. Это делает пункт универсальным. Львиная доля препаратов предназначена для людей, страдающих сахарным диабетом. Этой неделе мы планируем запустить еще 6 аптек на территории муниципальных образований. Дорожная карта предусмотрена, что планируется открытие 36 аптечных пунктов, а все аптечные пункты находятся в муниципальных образованиях, в центральных районных центрах, а также в городе и во всех районах. Правда, кадровый вопрос остается открытым. Чтобы закрыть потребность специалистов, на базе Ульяновской государственной аптеки с мая начинает работу собственный учебный центр по подготовке специалистов, чья работа связана именно с выпиской льготных препаратов. Идея сама по себе хорошая, но вот надо понять, мы же вот в каждом министерстве центра подготовки кадров не делаем, у нас есть корпоративный университет, и чтобы, так сказать, там не дублировать, не входить, так сказать. Это будет наша инициатива, это будет такой микропроект внутри организации. Хорошая инициатива, но просто надо посмотреть. И если дефицит с кадрами – вопрос, который постепенно решается и не требует сиюминутности, то нехватка масок и противовирусных лекарств в аптеках как государственных, так и частных – проблема номер один. Ситуация сейчас на сегодняшний день с масками сложилась в аптеках такая, что маски одноразовые практически не поступают, Сергей Иванович. Эта ситуация доложена в Минпромторг ежедневно. Мы направляем потребность в Минпромторг в масках. 150 тысяч медицинских масок от Федерального министерства промышленности поступили в Ульяновск фармацию. 40 тысяч из них передадут в аптеки и в аптечные пункты сети. Остальные отдадут на предприятия и в медорганизации. Кроме того, свои силы на производство тканевых масок сегодня направили более 12 компаний лёгкой промышленности в регионе. Их продукцию можно приобрести в торговых сетях «Гулливер», «Пятёрочка» и «Магнит». Если сейчас хоть какой-нибудь в хозяйстве будет обнаружена заболеваемость, всё хозяйство встанет и никто в поле не выйдет. В поле не выйдем, завтра будем голодать. Я поэтому говорю, что может быть город Ульяновск ещё уже не самый главный город. А нам сейчас надо селян защитить, чтобы у них там не полыхнуло. Глава региона также предполагает, что внесёт изменения в указ губернатора. А носить маски в период карантина станет обязательной процедурой для жителей региона, вне зависимости от должности и статуса. Рината Леулова, Данил Сурков, Новости Уллправди ТВ.